2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге в кафе-стрит-фуд-бар номер один на университетской набережной прокремел взрыв. В это время там находились посетители, собравшиеся послужить лекцию Владлена Татарского, профессия военкорг. Никаких оценок и комментариев. Вот как это было. К пяти часам вечера в кафе собралось около сотни человек. На творческую встречу в кафе приходит девушка в длинном черном пальто с картонной коробкой в руках. Вот она сначала промахивается мимо входа, потом возвращается к двери. Девушка представилась Настей и сказала, что принесла подарок – гипсовый бюст Владлена. От предложения сесть рядом с Владленом Настя отказалась. Ух ты! Какой-то красивый парень. Давай, ладно. Вот. Просто, ну, золотой. Да, все, золотой ловили. Отлично. Ну, ты знаешь, слава Богу, я как раз-таки, я как раз-таки красивый. Минут через пять после вручения подарка и красноречивого жеста девушки Насти произошел взрыв. Сейчас только что случился теракт. Выступал Владлен Татарский. Произошел взрыв в баре. В результате взрыва Владлен Татарский погиб. Более 30 человек было ранено. Девушка Настя была замечена после взрыва у входа в кафе. Затем она исчезает. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Девушка, назвавшаяся Настей, оказалась жительницей Санкт-Петербурга, дай ей требовай. Она была объявлена в розыск и на следующий день задержана. За это время она успела сменить две квартиры, остричь волосы и удалить кучу постов в своем телеграм-канале. Понимаешь, за что задержана? Понимаю. За что? За... Я бы сказала, пребывание на месте убийства Владлена Татарского. Что ты сделала? Я принесла туда эту статуэтку, которая взорвалась. Уголовное дело было переквалифицировано на статью о террористическом акте. Дарью Трепову перевезли в Москву, где Басманный суд удовлетворил просьбу следствия и арестовал гражданку Трепову сроком на два месяца. Продолжение следует...